Любочка мне нужна для одной моей идеи. Самое главное, что она из хлопка. Мне нужен был хлопок, поэтому я ее буду разбирать на валаны. И вот такая маечка. Маечка, туничка, хлопок. То, что мне нужно. Кружево. Мне нужен вот такой цвет хлопок. Отделила валан от юбки. И теперь я буду кроить из блузки майку, чтобы потом этот валан прицепить вниз майки. Рукава сниму, верхняя часть я все отрежу. И буду думать, как мне сделать более длинную майку под свой свитер. Вот такие бретели у себя нашла бельевые. Резинка бельевая. Возможно, сделала как бретели. В общем, подумаю. Сейчас покажу свитер. Вот он виновник всего этого действия. Туника, свитер. Не знаю, как сказать. Но это не свитер. Это длинное такое платье или туника. Для меня коротковатое, поэтому хочу сделать двухслойное и валаном удлинить. Посмотрю, что получится. Вот она со спины вот такая. По длиньше задняя часть. И такая имитация застежки. Ну все. Начинаю я пристрачивать. Строчку такую интересную выбрала. Вот. Вот которая вторая снизу, с краю. Вот эту строчку. Начинаю пристрачивать. Буду низ растягивать майки и строчить. Я уже присоединила валан к майке. Майку я еще не делала. Решила посмотреть как ляжет. Во-первых, как присоединиться сам валан. Я не стала срезать нижний край и правильно сделала. Очень хорошо, что я оставила. Очень удачно пришился валан к нижнему краю. Отлично так расположился. И я померила теперь сколько мне не хватает длины по передней части. По передней части мне нужно только обработать вот здесь и все. И бретелью прицепить. А по спинке мне придется добавлять все-таки полосу. 30 сантиметров мне нужно от плеча до вот этой части. Я все равно не буду переднюю часть удлинять. Это вниз под тунику. Поэтому не хочу утяжелять. А вот по спинке придется добавить полосу. Потому как ниже лопаток вот эта часть у меня получается. Красиво выглядывает из-под платья. Вот эта часть из-под тунички. Но я переживала, что эта часть будет темноватая. А получается, что вот майка светловатая. Ну, буду равнять так, чтобы вот эта часть не выглядывала. Хотя, конечно, хотела, чтобы вот так вот выглядывала. Некрасиво, очень светло получается разница. Поэтому будет вот так. Но все, буду продолжать свой эксперимент. Совсем потемнело. Хотя еще часов 12. Наверное, начало первого погода так испортилась. Пришлось включить свет. Хорошей погоды ждать не буду. Буду показывать, как есть. Я уже сегодня ее сделаю. Добавила я с одного рукава вот спинку. Как раз очень хорошо. Сантиметров 18 здесь добавилось. Сейчас я обрабатываю этот край, обрабатываю край проймы и выгоняю по передней части, по горловину, по груди, как сказать. Выгоняю тесьму и буду подгонять бретелю. И покажу уже следующий этап. Маечка моя готова. Могу показать ее теперь на манекене. Это так выглядит спинка. Я не стала срезать. Немного заложила складочку. Но под свитером это будет не видно. Это вид спереди. Прошу прощения, манекен очень маленького размера. У меня размер несколько побольше. Грудь у меня гораздо пышнее. Поэтому, если будет возможность, я сфотографирую, сниму это на себе. Ну, пока так. Сейчас я одену сверху тунику, чтобы было видно, как выглядит на тунике. Вот как это выглядит с туникой. Сейчас я поверну. Вот так оно при ходьбе играет. И получается, что как бы удлиняется визуально. И, в общем-то, спереди я не сверкаю неприлично ляжками. Обещаю снять это на себе и показать. Ну, вот, в общем-то, мой наряд. У меня есть другие сапожки. Коричневые, высокие. Есть другой платочек из натурального шелка. Более подходящий по цвету. Я его не нашла просто сейчас. Поэтому вот повязала. Ну, просится что-то. Либо украшения. Есть у меня украшения. Гораздо лучше, потому как видите, какая длина. Я не могла уже так ходить. Купила, мне понравилось. Но неловко себя чувствовала. Либо одевала брюки в обтяжку. А хотелось одеть под колготки. А теперь, вот видите, я смогу в таком наряде пощагалять где-нибудь в кафе, в гостях. В общем-то, вот так вот.